Дорогие друзья, а мы с вами с Божьей помощью на этой неделе в Израиле будем учить недельную главу Корах, из которой наши мудрецы нас учат колоссальным уроком для жизни, и эту главу нужно особенно тщательно изучить, посмотреть его содержание и всех комментаторов, потому что в ней очень-очень много разных уроков. И я бы с вами хотел бы сегодня поговорить, насколько Фейсбук это позволяет, пару минут, про одну уникальную вещь. Итак, мы знаем, был Мошара Бейну, великий пророк, отец всех пророков, и пишет Рамбам, что никто никогда не будет обладать таким пророческим даром, как Мошель. Он самый скромный из людей, спускает нам Тору. Его брат Аарон, величайший праведник, он стал коин-гадолем, он заслужил быть первосвященником, который заходит в святая святых. Эти великие братья, мы все про них много знаем, потому что про них очень много вписано, и в устной Торе написано. Мошель и Аарон. Итак, евреи находятся в пустыне, и их родственник Корах, который тоже был великим пророком, великим человеком, он тоже был из колена левита, приходит Корах и говорит, дорогие друзья, нас всех обманули. Мошель и Абейну стал царем Израиля, поставил своего брата старшего быть первосвященником. Заявляет Корах и агитирует всех, что это все неправильно. Он говорит, Мошель врет, Аарон врет. И он агитирует, ходит в народе и смеется с Мошель и Абейну. Там в Медрашах рассказывается, например, что Мошель и Абейну говорит, что, так говорил Корах, что в кистях цицит раньше была голубая нить, и сейчас она тоже есть у некоторых, ну, в зависимости от обычая, и так в циците должна быть голубая нитка. И говорил Корах, если я одет в голубую одежду всю, зачем мне нужна голубая нить? А Мошель и Абейну утверждает, что даже все твои одежды, вся твоя, вот там, не знаю, костюм полностью голубой, ты все равно должен в циците, чтобы была голубая нитка. И он смеялся с этого. Зачем мне эта нитка, если и так все одеяние голубое? И он смеялся и хихикал, и агитировал весь народ великих людей, которые к нему примкнули, что Мошель и Абейну ничего не знают. Он там смеялся, если у меня есть полный дом с книгами. Зачем нужна Мизуза? Ведь у меня в этих книгах еще больше текста Тору, чем в Мизузе, и так далее, и так далее. Почитайте, пожалуйста, все мидроши. И он смеется и агитирует, и говорит, Мошель и Абейну не прав, а я прав. Я должен быть коин-гадолем. Мы все должны по-другому перестроить народ, и так далее, и так далее. Вот это был величайший грех Короха. И мы знаем, что Всевышний убивает Короха и всех его друзей, которые за ним пошли. К сожалению, очень строгое наказание, потому что Всевышний ненавидит споры, распри. Тем более, если это касается самых святых людей в народе, когда вот это происходит, к сожалению, очень строгие наказания. Итак, говорит здесь Раши, спрашивает вопрос от имени мудрецов. Корох шипике хая ма раа лештут зу. Он спрашивает, Корох был великим человеком. Как же он мог допустить себе думать и делать такие глупые вещи? Это же просто бред, говорит Раши. Ведь он видит, что Всевышний общается с Моше, с Аароном. Он видит, что Моше делает все чудеса. Он знает, кто такой Моше. Он знает, что Моше был 120 дней на небесах со Всевышним. Только он за всю историю. Он знает настоящее величие Моше Рабейну. Как же он посмел себя уговорить, спорить с Моше. И он был в этом убежден на 100%, что он прав. И Моше говорит, смотри, или я, или ты, нас Всевышний убьет, того, кто не прав. Ты готов на такое идти? Он говорит, конечно готов. Тебя убьет Всевышний, а не меня. Как же он готов так был рисковать, если все очевидно, что Моше Рабейну праведник. Очевидно, что Моше Рабейну вот перед тобой он общается с Богом. Как Корох мог допустить такую глупость? Отвечает здесь Раши очень важную даже для нас вещь. То есть это касается нас тоже, не только Короха. Что Корох своим пророческим даром увидел, что у него будет великое потомство. Один из его потомков будет пророк Шмуэль, про которого говорят мудрецы, что пророк Шмуэль, если его поставить на одну чашу весов, и Моше и Аарона на другую, то чаши будут находиться в равновесии. Моше Рабейну равны пророку Шмуэлю по духовному достоинству, по своему духовному уровню. И когда Корох увидел, что у него будет такое потомство, это его еще раз убедило, что он прав и он останется в живых. Ведь мне Бог показал, что у меня будет такое великое потомство. Там еще были разные великие люди. Шмуэль и остальные великие люди у меня будут в моем потомстве, значит я останусь в живых. И из моего рода появятся такие великие люди. В чем была его ошибка? Моше Рабейну тоже знал, что из этого Короха выйдет потом, через несколько поколений выйдет пророк Шмуэль. Но Моше Рабейну знал другое. Он знал по-настоящему, что это означает, что дети Короха, они сделают раскаяние, они откажутся от позиции своего отца Короха, и они скажут Моше Эмет и Тора его Эмет. Моше истина и учение его истина. И благодаря тому, что они раскаиваются в последнюю минуту, они дали возможность, чтобы эти потомки родились. То есть Короха-то убьют. Моше Рабейну знает это. Но его потомство останется в живых, потому что его дети сделали раскаяние. Итак, я бы хотел обратить ваше внимание, что Всевышний посылает Короху знак. Смотри, кто у тебя будет в твоем потомстве. Это же твоя плотик крови. Твои потомки будут великими людьми, как Моше и Арон. Твое стремление быть ближе ко мне. Как и у Моше, как и у Арона. Ты хочешь быть еще ближе? Успокойся. Ты левит. Это уже очень много. Но твои потомки будут тоже близки ко мне, говорит Всевышний, как Моше и Арон. Успокойся, Корох. Всевышний пытается его спасти. Но из-за того, что Корох был в чем-то очень сильно убежден, он подстроил вот этот знак Всевышнего как доказательство своей правоты. Что-то с ним происходило, и ему показывал Моше, успокойся, ты не прав. Всевышний показывает. Смотри, кто твои потомки будут. Успокойся. Он все это подстраивал под свое мнение, и он шел дальше в своей слепоте. То есть, знаки Всевышнего, он неправильно их понял. Мало того, что он неправильно их интерпретирует, так он еще их расшифровывает в поддержку себя, в пользу себя. Итак, дорогие друзья, иногда Всевышний посылает нам знаки, и мы эти знаки берем, наоборот, неправильно, чтобы как Корох подтвердить свою неправильную какую-то мысль, какое-то свое неправильное действие. У Короха был вариант спастись. Тебе Бог посылает какой-то знак. Пойди спроси какого-то великого человека. Не хочешь Моше? Спроси других кого-то. Там были другие великие мудрецы. Спроси старейшин. И они тебе скажут, что означает этот знак. Не все знаки, которые мы видим, мы правильно понимаем. И Короха, вот этот знак, он, наоборот, его убедил в своей правоте, и потом Корох погибает, и все его подельники, все его, кто с ним был связан, они все тоже погибают. Что я хотел вам сказать? Есть очень известный рассказ, который случился в наше время. Молодая пара женились. Вот, женились там, сняли, купили дом, въехали в квартиру, и вдруг к ним залетает в дом белый голубь. Они такие радостные, ой, белый голубь, голубь это как бы такой вот знак, что семейная жизнь, голуби такие, у них очень, ну, так принято говорить, что у голубей, они любят друг друга голуби, и на всю жизнь вместе. И они очень обрадовались, что вот этот знак, что Бог им посылает, что вы сейчас женились, молодая пара, у вас ваш брак до гроба, у вас все будет хорошо. И они поехали к Ревхайм-Каневскому спросить, правильно ли они поняли этот знак. И они его спросили, скажи, пожалуйста, дорогой Ревхайм, мы правильно понимаем, что если голубка залетает в дом прямо после свадьбы, это хороший знак, это знак, что у нас все будет всегда хорошо. Ответил им Ревхайм, что если голубь залетает в дом, это знак того, что вы не закрыли окно. Что Ревхайм хотел нам сказать? Что не все знаки, которые мы видим, нужно к ним, во-первых, серьезно относиться. А во-вторых, не все знаки, которые мы видим, мы правильно понимаем. И Корах сделал в этом ошибку, Корах в этом ошибся. И, дорогие друзья, это большой урок для нас. Как минимум, если мы что-то замечаем, а это может быть и так должно быть, что Бог посылает нам разные знаки, разные события, и если мы неправильно их поймем, это может быть очень такая вот для нас плохая и серьезная ошибка. Поэтому нужно спрашивать раввинов, что же означает данное событие. Вообще, евреи, это человек, который постоянно задает вопросы, и раввины, для того они раввины, учителя наши, чтобы мы постоянно за ними бегали и спрашивали, спрашивали, что значит это, а как сделать это, мы должны постоянно спрашивать, не стесняясь. Итак, дорогие друзья, я желаю, чтобы мы, в отличие от Кораха, всегда правильно понимали знамение и знаки, которые пошлет нам Всевышний. Спасибо большое за внимание. Шавуа Тох. Оставайтесь с нами на Вайкре. Спасибо большое.